приветствую вас коллеги в наших предыдущих выпусках мы с вами посвятили очень много времени техническому анализу а сегодня мы с вами поговорим о психологии торговли и сегодня будет достаточно интересная тема как вы сами видите не переступай красную черту что это такое это то состояние трейдера когда он начинает делать ошибки когда он начинает сливать и сегодня я вам покажу как сделать так чтобы не доходить до этой красной черты потому что это краеугольный камень это та проблема с которой мы сталкиваемся и в мастер-группе и в дилинге но прежде всего хочу сказать что вы все знаете что youtube сейчас тормозит и поэтому чтобы нас не потерять чтобы не упустить те важные материалы которые мы публикуем пожалуйста ссылочка под этим видео ищите нас на дзене на вк на рутюбе и конечно на телеграм и так поехали что же такое красная черта вы скажете потому что многие у кого пока еще маленький опыт торговли они еще не сталкивались с этим они не знают что это такое и так это некое состояние трейдера и здесь я специально привел два состояния трейдера нормальное и так называемое неадекватное что такое нормальное состояние трейдера ну рациональное мышление которое блокирует влияние эмоционального состояния то есть ваши эмоции находятся ну под относительным контролем разумность принятия решения ну и безусловно осмысленность то есть вы рационально мыслите и принимаете осознанное решение что же такое неадекватное состояние трейдера Импульсивное, непредсказуемое, эмоциональный дискомфорт, ухудшение концентрации, все вот эти причины, они ведут практически к тильту или почти к тильту. Так вот, вот это и есть не что иное, как та красная черта, до которой мы с вами никогда не должны доходить, потому что переступив ее, мы попадаем, как говорят, в зазеркалье, совсем в другое состояние, когда мы не контролируем ситуацию, когда мы знаем только две кнопки купить-продать, когда мы начинаем отыгрываться и так далее. Итак, давайте я покажу основные моменты, почему не надо походить в красной черте и главное, как это сделать. Первое, очень рекомендую вам, не экспериментируйте, потому что эксперименты это хорошо, но эксперименты хорошо только в том случае, если в течение дня вы уже заработали и на какую-то часть хотите провести какой-то эксперимент. Но, представьте себе, у вас только день открывается. В 10.05 рынок только открылся, а вы уже хотите зайти в сделку. Вам кажется, как вы видите здесь, а вдруг сейчас полетит? Многие торгуют разные инструменты, там сишку, евро, там другие инструменты. Вдруг сейчас куда-то что-то полетит. Или вверх, или вниз. То есть, как бы обгоняя рынок, обгоняя всех остальных трейдеров, но мы же считаем себя самыми умными, мы должны быть впереди планеты всей. Поэтому мы делаем вот такие неосознанные шаги, которые понятно к чему ведут. Другой вариант. Вы послушали что-то на ютубе, в интернете, неважно где, получили какую-то информацию. Вы не помните ни его фамилии, кто это был, почему он это сказал, но фразу, контекст из фразы вы запомнили. Какой-то инструмент должен обязательно вырасти, или должен обязательно упасть. Это заседает где-то на подкорке. Все, вы начинаете действовать только в этом алгоритме. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь. Как только открывается рынок, сделайте паузу. Начните анализировать инструмент, поймите, началось трендовое движение, или инструмент пока еще совсем не расторговался, не показывает вообще ничего. Другой момент, который очень важный. С этим я постоянно борюсь в дилинге, и, конечно, в массе группе. Это наклонные. Безусловно, мы их любим, мы их уважаем, но очень много потерь несут себе наклонные. Что такое наклонные? Наклонные – это некая визуализация той картины на графике, которую мы себе представляем. Их можно провести по-разному наклонные. Вы знаете, любую наклонную можно провести энным количеством способов. Сколько трейдеров, столько будет наклонных. Но не каждая наклонная ведет нас к успеху. Поэтому не торопитесь с проведением наклонной. И вы четко должны понимать для себя, что такое наклонные. Это что, тренд? Это какая-то, условно говоря, консолидация или что-то еще? То есть сначала вы определите для себя, что это такое за наклонные, и только потом ей пользуетесь. Еще один момент, очень важный. Вы должны определить для себя, что на тренде по данному инструменту в данный момент времени происходит. В каком состоянии находится инструмент? Это трендовое движение или это боковик? В зависимости от этого вы выбираете стиль торговли. А если вы даже не определили, что это такое? Торгуете тренд в боковике или наоборот разворотной формации там, где идет тренд? Безусловно, к чему это ведет? Несложно догадаться. Это нас плавно пододвигает к красной черте. Следующий момент. Один из постулатов, которые у нас есть и висят в дилинговом зале, гласит так. Первая сделка должна быть в плюс. Ну, я долго объяснять не буду, что это такое. Назову основные моменты. Почему? Есть два варианта. Такие, знаете, на самом деле вариантов много, но я выделю из них два. Первый вариант. Я говорю сейчас, примеряю на себя. Эйфория. Нарушаю торговую систему. У меня нет чек-листа. Я классный трейдер. Ну, предположим, на той неделе я там заработал там 15-20-30% в депозиту. У меня эйфория. Я самый лучший из всех трейдеров на свете. Поэтому это рождает что? Это рождает невнимательность и сбор всех ошибок, которые можно собрать на рынке. Отсюда я делаю ошибку за ошибкой. Нарушаю и торговую систему. Нарушаю риски. Нарушаю money management. Что это? Куда меня это приводит? Безусловно, это меня ведет к некой красной черте. Другой вариант. Другой трейдер. Предположим, я никуда не тороплюсь. А куда торопиться? Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. У меня нету плана по сделкам. Многие приходят в дилинговые залы и говорят, вы знаете как, ну я же сегодня пришел, я должен торговать, я должен заработать. Значит, у меня должны быть сделки. Ну, мне же дали торговую систему. Я вооружен. Значит, что я должен делать? Строчить по рынку. И начинается план по сделкам. Одна сделка эта, другая эта, третья эта. И, естественно, большинство из них по стопу. Никакого плана по сделкам у вас не должно быть. 99% времени у вас должно быть посвящено анализу. Это самое главное в трейдинге. Не строчить по рынку. Не отдавать предпочтение количеству сделок. А давайте, пожалуйста, предпочтение. Уделяйте достаточно времени анализу. 99% времени это анализ. И только 1% техническое исполнение. И что еще хочется сказать. Надо торговать то, что вы умеете торговать. Ну, предположим, кто-то из вас великолепно берет разворотную информацию. Видит, идет тренд, потом хорошая разворотка. Заходит в разворот и великолепно его, так сказать, берет. Причем у него это получается каждый раз очень хорошо. Другой трейдер торгует по тренду. И хорошо у него получается или ретест, или консолидация. Ну, у каждого из вас своя есть торговая система. Свои любимые информации. Главное, посмотрите свою собственную статистику. Она вам покажет, что у вас лучше получается. И торгуйте то, что хорошо получается. К чему это все ведет? Если я иду по этому пути, конечно же, это ведет к увеличению депозита. Более того, мой депозит увеличивается. Значит, что я получаю? Я получаю у меня позитив. И, естественно, у меня улучшается моя уверенность в своей собственной торговле. Поэтому, идя по этому пути, я приближаюсь к красной черте. А за ней, что следует? Конечно, неограниченные убытки. Идя же по этому пути, я ухожу от красной черты. Я становлюсь на дорогу профессионального трейдера. Ну, и, кстати говоря, хотел бы еще обратить ваше внимание. Очень часто меня в дилинге спрашивают. А как, например, заработать на пробои консолидации? Как заработать на ретесте? Специально для этого я отснял несколько коротких видео. Ссылочка под этим видео вы как раз увидите. Где я показываю, как на пробои консолидации. Это абсолютно короткие видео. Вы потратите на это, не знаю, там, 2-3 минуты, не больше. Как на пробои консолидации можно заработать? Скажу больше. Есть еще одно интересное видео, в котором я объясняю, что такое посвеченный разбор. Это методика, при которой вы переходите на совершенно другой уровень торговли. У вас появляется профессионализм и, самое главное, уверенность. Еще одно видео посвящено правильности отрисовки горизонтальных уровней. Независимо от того, по какой торговой системе вы торгуете, все торговые системы сходятся к одному. Торговля от уровней. И правильность их нанесения на график от этого зависит. Либо вы будете в плюсе, либо, к сожалению, будете в минусе. Эти видео вы найдете под этим роликом. Если они вам интересны, они займут у вас немного времени. Но я уверен, что вы совершенно по-другому взглянете на торговлю. Ну и теперь еще один момент, на котором хотел обратить ваше внимание. Никогда не хватайтесь за все обилие инструментов, которые есть на рынке. На московской бирже, я уверен, там есть порядка 10 инструментов. Ну, таких активных, в которых есть ликвидность, хорошие стаканы и так далее. Про криптовалютный рынок я не говорю. Вы знаете, там сотни. Но вы представляете, как вы можете концентрироваться на таком количестве инструментов? Всегда на премаркете старайтесь выбрать несколько. Я обычно выбираю один, два, максимум три инструмента. И посвящаю ему глубокий анализ и, естественно, последующую торговлю. Конечно, это не говорит о том, что вот вы выбрали два инструмента и целый день будете их торговать. Нет. Рыночная ситуация меняется. Одни инструменты выбывают, как говорится, из игры, потому что там происходят какие-то изменения, которые вам не интересны. Они не техничны, зато появляются другие. Но фокус вашего внимания должен быть всегда на одном-двух инструментах. Почему? Потому что вы должны изучать нюансы, нюансы движения в этом инструменте. А представьте себе, вы выбираете пять или семь инструментов. У меня такое было. Вот почему я так подробно это рассказываю. У меня это было, я это прошел. Беру первый, там что-то не то-то. Потом иду ко второму, посмотрел, ничего нет. Потом третий, четвертый. Когда возвращаясь к первому, там уже что-то прошло. Но я уже не помню, что там было на первом инструменте. Какие-то нюансы теряются. И пока я бегаю, как белка в колесе по этому кругу, я либо пропускаю точку входа, либо наоборот захожу там, где ее нет, а мне показалось. Ну и так далее. Поэтому всегда старайтесь ограничиться одним-двумя инструментами. Критерием для этого является, естественно, что волатильность, рейтинг по волатильности, но и многие те инструменты, многие такие подходы, которые мы с ребятами подробно разбираем, как в массе группе, так и в дилинге. Очень часто в дилинге я вижу вот такую вещь, специально для вас зарисовал. Посмотрите. Это не что иное, как 8 графиков, которые трейдеры выводят, ну на старшем таймфрейме, там на пятнашке или на 30-минутном таймфрейме. И, так сказать, как диспетчер в каком-то большом аэропорту, они следят за этим. Конечно, с одной стороны это здорово, с другой стороны вы упускаете многие нюансы. Почему я об этом заговорил, в дилинге конкретно по этому поводу есть пример. Почему это происходит? Вот трейдеру показалось на одном из, предположим, на этом графике, точка входа. Он мгновенно заходит в этот инструмент, нажимает купить или продать, и он в сделке. А где анализ старшего таймфрейма? Ведь здесь его не посмотришь. У вас маленькие окошечки. Где важны уровни? Сколько инструмент прошел, так сказать, за торговую сессию? Выбрана ли волатильность? И многие-многие другие моменты. Скажу больше. Я даже уделяю своей личной торговле динамике формирования свечи. Это тоже очень важно. Но, простите, какая может быть динамика, когда у вас 8 инструментов перед глазами? И трейдеры сидят и вот так наблюдают. Ну, там что-то двигается, в это время разговаривают, отвлекаются, не концентрируют свое внимание. Отсюда какой вывод? Как говорит великий Валерий Гаевский, вы можете получить удар со старшего таймфрейма. И вот это может вас привести в итоге, получив 1, 2, 3 удара, куда? К красной черте. Поэтому, сегодня я специально решил посвятить этот короткий выпуск тому, чтобы вы ограничили себя от продвижения красной черти, наоборот, уходить от нее, ни в коем случае к ней не приближаться. Очень много способов, когда рынок вас провоцирует и подталкивает к ней. Иди, 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 переступи через меня, он так и хочет отобрать у вас деньги. Ни в коем случае к ней не приближайтесь. Если вы воспользуетесь вот этими тремя способами, которые я сегодня рассказал, я уверен, что красной черты, я надеюсь, в вашей торговле никогда не будет. Ну, на этом все. Вам удачи и до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»